всем добрый день вы на канале пиратская жизнь ребятки с вами как станина так ну что мои хорошие выспались все хорошо вчера вечером уже помянули отца сегодня как бы тоже основной день у нас же график такой избитый исполнились сидели побольше выспались вот хочу сейчас покушаем исходить церковь поставить свечку вот нужен покой там память заказать там сидела как надо это все дело сделать вот так что такие дела конечно грустно еще не повод но как потихоньку полегоньку рано или поздно сделаем памятник все будет хорошо сейчас пока делать рано потому что там сейчас снега до полу дофига вот памятник поставить попозже вот так что такие дела не очень конечно радостные поводы на стать все хорошо у нас уже все высохло прям реально все прям высохла высохла вот даже и не заметно хотя нет вон и вижу уже желтые пятна на разводы остались немножко желтых разводов конечно осталось но не так критично вот мне там девчонки очень многие написали что нужно обратиться страховую вообще нужно квартиру застраховать принципе согласна спасибо кстати вам за совет на кстати тем очень хорошая вот и логично все логично просто что видите как мы не застрахованы десятый этаж это у нас крайний этаж он такой вот своими плюсами кто там писал что типа и лучше выжили там на первом этаже типа было бы лучше ребят я жила и на первом этаже я жила и на десятом этаже я знаю все прелести а вот и знаете меня проливали на первом этаже как я уже рассказывал меня проливала женщина которую прям совсем болезнен такая была совсем у него прям жесть была в квартире вот а все первый этаж тоже знаете своими нюансами на первом тоже кстати холоднее вот так что это вот все хорошо на бумаге но по теории то знаете так себе мне тут письмо пришло я вот извините меня грешным делом тут извините меня рассмеялась вообще все утро просто сидела хохотала мы прям вот угрозы пришли поставить угрозы пришли письмо с угрозами там жесть сейчас я вам прочитаю про оборжу сейчас супчик хочу поставить в обрезе как раз тут на один раз кастрюль не уронил контент немножко разобраться писал пришло письмо с угрозами на почту вот и даже прям вот не знаю как на его реагировать прям вот с меня деньги требуют вы знаете обещают очень плохое сделать всю мою грязное белье так сказать наружу выставить вот но потом когда вчитался конечно прожилась сейчас прочитаем кучу посуду нам или и забыли убрать здесь просто сначала сохнет он уже убираем вот отец уже сказал вот у тебя посуду наставлены давай убирать он уже 10 раз все сделал убрал папочки моему светлая память жалко конечно что лучше люди уходят но к сожалению эту судьба жизнь так хлебушек хочу создать лапшички добавить то что я в принципе изначально дело таким жидким лапшичка добавлять лапшички львов клетки как я делал следующий раз надо будет еще какой-то такой легкий вариант супа сделать предлагайте свои варианты с удовольствием попробую сделать так ну пока у нас суп греется давайте я прочитаю то что мне пришло честно вот я говорю я ображалась сначала конечно напряглась сел прям знаете прям угроза угроза то есть работ серьезно так называется тема письма а твоя очередь твоя очень серьезная проблема под номером три миллиона триста девяносто восемь тысяч триста девяносто пять я думаю моя вот ведь и проблема мое терпение кончилось добрый день у меня для вас плохие новости 15 12 2020 года даже не помню дело в этот день на посмотреть по видео в этот день я взломал вашу операционную систему получил полный доступ к вашей учетной записи это я знаете я начинал читать я напряглась на то что есть очень много историй что взламывают аккаунт и прочее конечно вы можете сменить пароль но мой софт перехватывает каждый раз когда вы выменяете как я это сделал подробно я в программном обеспечении роутера через которого вы ходите в интернет было слабое место я просто взломал этот роутер и поместил на него свой вредоносный код когда вы выходили в интернет мой троян был установлен на с вашего устройства внимание после этого я сделал полную копию вашего диска у меня вся ваша адресная книга история просмотров сайта все файлы номера телефонов адреса всех ваших контактов месяц назад я захотел заблокировать ваше устройство и попросить небольшую сумму в биткоинах для разработки разблокировки вот но я посмотрел сайты которые были гуриана посещайте был шокирован увиден и youtube это прям запрещено извините просто я не могу держать смех я имею ввиду сайты для взрослых тогда я хочу сказать вы большой извращенец ребят вот реально не вру смотрите извращенец видите написано извращенец и мужском роде ваша фантазия не имеет ничего общего с нормальным восприятием обычного человека и у меня появилась идея многоточие я сделал скриншоты сайта для взрослых на которых вы развлекаетесь вы понимаете о чем я это да после этого я сделал скриншоты видеозаписи как вы весьма необычно себя удовлетворяется используя камеру вашего устройства и склеил их получилось потрясающе то чувак это монтирует еще это попытная это впечатлит любого тем более ваших знакомых я знаю что вы хотели бы показать а я знаю что вы не хотели бы показывать это своим друзьям родственникам или коллег я думаю что 650 долларов у меня должен или чрезвычайно маленькая сумма за мое молчание кроме того я и так долго шпионил за вами потратив много времени платить только кстати выделено капсом в биткоинах мой кошелек кстати номер кошелька вы не знаете как использовать биткоины он не сразу этот список как использовать то есть видите человек это подготавливается вы не знаете как использовать введите запрос любой поисковой системы google яска используется bitcoin кошелек это очень легко но это я на это я даю вам 48 часов с момента открытия этого письма айди счетчика 3 миллиона 398 1395 я так понимаю это не столько количество писем разослали ложкам которые поведутся пустите как только вы откроете это письмо сработает таймер и время пойдет блин ребята 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 время 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 все короче то после оплаты мой вирус и все скриншоты с вашим развлечения будут автоматически уничтожены если они получат вас указанную сумму то ваше устройство будет заблокировано ребята если вдруг меня не будет вы знаете мои грязные тайны были раскрыты и ваши контакт контакты получат скринсоты с вашим полным удовольствием пошлыми удовольствием я надеюсь вы понимаете всю ситуацию не пытайтесь найти устойте мои вирус все ваши файлы из пришло тоже загруженным удаленный сервер то есть для тех кто не знает как это все работает там очень это разъяснение различные службы безопасности вам не помогут форматирование диска уничтожения устройства то есть я должна разбить свой компьютер не поможет так как ваши данные уже находится на удаленном сервер ps вы по скрипту вы моя не единственная жертва я гарантирую вам что я не буду беспокоить вас снова после оплаты это слово хакера слова пацана там видать какой-то знаете диван и мамкин хакер сидит рассылает письма как чайка спел я также прошу вас регулярно управлять ваши антивирусы в будущем таким он на него не заботится то есть человек это втирается доверие типа ну я же не я вас заботюсь я вам просто показал уизвезем с 8 компьютера таким образом больше не попадете в подобную ситуацию пишет в конце не держите на меня зла знак восклицания у каждого своя ребят работа видите написано работа то есть то что он это рассылает он еще считает своей работой это просто честно я сначала напрягалась потом когда поняла что он ко мне обращается как мужику я поняла что это все хрень вот понятное дело что все люди когда-либо что-то могли сделать и в принципе это не зазорно но вот таких вот людей которые пытаются сработать на лоха их дофига их дофига и в общем кстати тоже рассказывает что ему тоже приходило подобное письмо вот у него компьютера нету он как бы если он не не использует компьютер ему приходила на почту но у каждого есть куча своя вот ему писали подобное письмо и он такой записи думали мне пришло когда у меня был телефон xiaomi mi 9t а у него знает такая выдвигающаяся камера такая камера там туда и сюда выдвигается а как ты за мной следил потому что чтобы за мной следить камера должна выехать извините меня если вдруг я что-нибудь такое делал то камера не выезжала то есть 5 логичность в общем ребят приходят вот такие письма дурацкие да вот и надеюсь многие люди на это не поведутся раньше я помню кстати мне приходили еще письма когда типа вы там наследник какого-то там дедушки там или еще чего-то в общем такие вот давайте с вами поделимся я там адвокат и прочее в общем интернете гуляют очень много таких вот фейков вот честно мне вот такое письмо пришло первый раз я на самом деле приглашать во первых мы просто могли взломать мой аккаунт ну этого как он ну ютуба вот то что там я что-то там такое делала знаете я была уверена что у него такого видео нету вот но есть люди которые реально на это поведутся на реально в это поверить вот я хочу вас предостеречь чтобы вы в такое не верили мои хорошие это бред ну а если вдруг я пропаду если вдруг что ищите тайную информацию про меня в интернете там будет все выложено потому что деньги платить 600 500 долларов на биткоин я не собираюсь кто-то ищет на меня грязный компромат мои грязные трусы хотя их и так сама показываю не скрывать от вас ничего вот так что можете все потом найти в интернете вот и честно я проснулась не очень хорошем настроении ну то что у отца сегодня година вот я прочитала и честно вот от души посмеялась гуляли как-то я так это было очень горло было открыто вот и как-то знаете отец отцу звонил тогда помню сбербанк что ли и ведь хорошо что я была рядом ведь его могли вот реально просто обмануть обложить он уже мне ко мне прибежал не на тут он при это позвонили говорят у меня карточка зоной группа платя карточка есть предмету многие люди сильно ведутся на все это дело вот к сожалению совершают очень много ошибок если у вас хорошая операционная система действительно она все это дело не пропускает тем более как я поняла это письмо оно составлено так сказать одно из одно из сейчас делаю кофеечку так ничего у нас практически суток сейчас поедим и сходим в церковь поставим ну если этот запомин надо будет наличку снять у них там только все по налику это в прошлый раз когда была на рождество все узнал то что там 200 рублей что ли стоит поставить помин там заказать там счет а вот такие дела ребятки время идет вот действительно кстати вы знаете удивляешься что быстро время летит что так трассы все время пролетает незаметно какие-то свои дела я вам там сделала пост очень многие подержали конечно нашлись и скажем так твари да у тырки как они любят себя называть которые действительно все это дело пошли которые действительно все это дело обосрали люди у которых совершенно нет ничего святого скажем так ксения я тебе это говорю да еще там битл гейм или что такое ну короче чувак у которого аватарка из аниме в общем можно представлять что у него в голове сколько ему лет такой же мамкин хакеры типа наверно как из этого мамкин это мститель вот так что спасибо большое девчонки кто поддержала спасибо кто соболезновал вот многие рассказали свои истории что девочки мужей потеряли и вот и родных сожалению все это конечно очень грустно правильно как там написали что нужно ценить жизнь нужно ценить моменты которые она тебе дарит вот и наслаждаться жизнью я как всегда говорила ребята оцените жизнь жизнь она к сожалению настолько скоротечна что какие дела вот так вот я думаю отец был бы доволен все зубы счастлив мы хорошо занимаемся сейчас дома у нас все нормально все есть это дом полный чаши вот такие дела папочки я уже говорила светлая память скоро все обустроим не знаю как мы будем ездить туда на конечно вообще не ближний свет туда может они поможет хоть хоть и ездит я качество плачу на машине люшки есть не знаю посмотрим вот надо будет вот мы вернемся и я уже буду прям конкретно вопросом заниматься потому что сейчас нету смысла потому что сейчас видите как везде 4 4 везде сейчас снег здесь снег вот мы хотели поехать на кладбище вот я говорю вода сети вот но там действительно сейчас снега очень много вот мы решили сейчас церковь сходить вот а в церкви там поставим уже все все что надо все помины и прочее чтобы помянули вот подать и раздадим ну как в общем как надо вчера мы уже с вовчиком немножко посидели вспомнили потом полвечера сидели вспоминали как папа был кстати там в сообществе выставила прикрепила видео как нам-то посылка приходила там отец еще живой кстати огромное спасибо видео за то что это видео существует вот что если бы вот не видео многие люди бы невозможно было бы вспомнить а сейчас вот есть видео и можно посмотреть на человека как будто он живой это кстати здорово вот такие дела полотка конечно не самый веселый но жизнь такая штука к сожалению никто не застрахован приходится с этим жить сделал бутерброды с рыбой у нас вкусно тесто же кстати очень любил рыбу помню еще знаете когда еще был живой когда магазин сходили с . потом чего-нибудь покупаешь очень такую знать специфическое это и постоянно себя на отцовскую долю покупали думаешь но наверное есть то даже и не будет и он все пробовала мы всегда было все интересно я помню когда вы посылка тогда пришла от юли красновой вот из хабаровского края по моему камень скоро комсомольск комсомольск на море это юлинка оттуда я не помню точно юлика прости давно очень это все было вот она так радовался этой посылке там что-то такая фигнюшка пришла такая вот он все попробуют все интересно то есть такой любопытный был когда я помню мы приезжали из-за границы вот привозили там разные фрукты и продукты и всякие там сладости и прочее вот у него кстати вот на фотографии у нее майка с египта вот я им тогда привозил такая хорошая плотная правда ткань вот и ему то помню манго там всякие личи первый раз это пробовал человек то есть мы как бы 5 с такой старой закалки старенький такой и по сути как это за границу не был ни разу то что когда вот ну появилась возможность ему тогда нельзя было вообще на солнышко был рак крови вот ну не как бы наследственно это было вот и он так всегда радовался какому себя было все интересно все эти фруктики пробовал там и это то ладно слава богу что все сделаем все будет хорошо не слава богу это в общем мир праху ему хотя мы кстати одна женщина сказал что нельзя так говорить не знаю почему вот сядем еще раз помянем просто щеком сейчас супчик у нас на бутербродики вот ребятки в общем мой вам совет не ведите на всяких таких вот письма вот все это фигня и все это развод все давайте мои дорогие увидимся на мукбанке всем хорошего дня и чтобы у вас было только всегда солнышко знаете как у нас солнышко и цените жизнь все увидимся